Кабинет за руку с врачом и первоклассника Никиту на перемене вызвали к доктору. Зубной врач 75-й школе проверяет состояние зубов у всех школьников. После осмотра стоматолог решает, нужно ли лечение, а также проводить его в школе или выписать направление в поликлинику. Ко всем детям нужен особый подход и находим этот подход. И они смотрят в мои глаза и все улыбаются. Я уже привыкла к этому. Все слушаются меня. Ирина с 13 лет мечтала стать стоматологом и лечить детей. После школы поступила в медицинский университет, когда закончила, пригласили работать в школу. Каждый день Ирина осматривает по одному классу. В среднем это 30 человек. Мы лечим в школах кариес. Осложнение его, пульпиты, периодонтиты, постоянных зубов направляем в поликлинику, потому что нужен рентгеновский контроль обязательный. В школах этого нет. А также мы занимаемся, кроме лечения, это профилактикой кариеса, герметизацией фиссур, покрытием зубов турлаком, обучением гигиене полустерта. В начальных школах уроки здоровья врачи проводят. Но, конечно, в основном упор в школьных стоматологических кабинетах – это профилактика. К тому же посещение стоматолога в школе экономит время родителей. Это сокращает намного время. То есть не нужно отрыва от учебы. На базе школы, стоматологический кабинет, врач, который проводит хороший полный осмотр. И мы имеем лечение, санацию родовой полости вовремя. Сын Оксаны Сергей учится в четвертом классе. Он хорошо лечит зубы. Я один раз к нему ходил, но он хороший врач. Зубные кабинеты есть далеко не во всех школах. Во многих зданиях просто негде разместить врачей или помещение не соответствует требованиям. Есть и проблемы с кадрами. Часто одному специалисту приходится обслуживать две школы, потому что не хватает людей. Но такие кабинеты необходимы, отмечают стоматологи. У детей из школ, где есть свой врач, гораздо меньше проблем с зубами, чем у тех, кого родители водят на прием самостоятельно.